Доброе утро, дорогие телезрители! Скорее просыпайтесь! Наконец-то наступила долгожданная пятница. И до главного события года осталось совсем немного, всего каких-то 10 дней. Да, несомненно, я с тобой соглашусь, наверняка у каждого уральца и казахстанца несомненный ажиотаж к Новому году. Все хотят купить подарки и поздравить своих близких. Да, дорогие друзья, ну а мы желаем, чтобы у вас в течение дня было только хорошее настроение. И вот поэтому, дорогие телезрители, необходимо делать каждый день разминку. Смотрим на экран. Доброе утро, друзья! Меня зовут Асан, и сегодняшнее утро мы проведем в стиле хип-хоп. Поехали! Тут идем в стиле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Всем отличного настроения. Пока. Кстати, дорогие хозяюшки, если вы уже проснулись, то ловите наш совет. Обязательно приготовьте в это утро что-нибудь такое необычное, чтобы запах пронесся по всем комнатам и разбудил во всех домочадцах аппетит. И хотел бы отметить, что у многих... Нет. И хотел бы отметить, у ваших близких, несомненно, поднимется настроение на целый день. Устройте себе черничное утро и приготовьте панкейки с черникой. И утро будет очень вкусным и добрым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а прямо сейчас, дорогие телезрители, наши детки. Которые вас обязательно развеселят и подарят положительные эмоции. Смотрим на экран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 орхидеи означает чистую привязанность. Орхидея в букете – это символ любви, утонченности. Согласно Феншуй, орхидеи с темно-красными цветами питают творческое вдохновение. Они заставляют человека действовать и творить на одном дыхании, в одном порыве, отдавая все свои мысли творческой работе. Темно-красные цветы необходимы для тех, кто слишком долго вдумывает план действия, прежде чем приступить к реальному воплощению своего замысла. Китай – изящный цветок орхидеи символизирует весну, гармонию, изысканность. Элегантность и покровительство, а также богатство, совершенного человека, а также дружбу, любовь, красоту и женское обаяние. Также орхидея – символ плодородия и талисман против бессилия. На днях в нашем городе прошла благотворительная елка для особенных детей. А вот как она проходила, мы увидим из следующего сюжета. На днях общественное объединение детей-инвалидов и их родителей Мейрым. Уже второй год подряд проводит благотворительную елку для особенных детишек в лице Леоноры Бекозеевой и местного предпринимателя. Хотелось бы отметить, что руководители, несомненно, подошли ответственно к данному мероприятию, подготовив самую красивую елку и позвав тем самым самых креативных аниматоров города. Сегодня мы проводим благотворительную елку, новогоднюю елку для детей с особыми возможностями. Охватили по мере возможностей 65 детей. А уже во второй год проводим вот такую елку. В том году тоже проводили в одном из развлекательных центров города. И в этом году тоже собрали всех детишек, чтобы устроить новогодний праздник. На следующий год, на будущий год мы обязательно постараемся собрать эти же детишек в этом же составе и, возможно, еще больше. В свою очередь дети довольны этим мероприятием и невольно проглядываются счастливые глаза мам и их детишек, которые с нетерпением весь год ждали эту чудесную и волшебную елку. Мне очень понравилась эта елка. Очень приятно, что для особенных деток проводятся не очень часто, но все равно праздники. Очень шикарный праздник, непередаваемые ощущения. Дети прыгают, радуются. Огромное спасибо, хочу сказать, Элеоноре, которая это все организовала. Наверное, это огромный труд, все это организовать, все это придумать. Ильдивина, как говорится, коллективу, хозяину этого заведения. Очень приятно, что таким деткам уделяется внимание. И мамам очень приятно здесь находиться. Что мы не забыты. Нам иногда уделяют внимание. Мы своим деткам уделяем внимание всегда. Но нам тоже охота, чтобы иногда нам уделяли внимание. Огромное спасибо вам. Благотворительная елка, несомненно, подарила много радости и зарядила чудесным и предновогодним настроением как мам, так и детишек. И кто знает, возможно, и чудеса случаются, тем более перед Новым годом. Стоит в это только поверить. Ну а прямо сейчас, дорогие телезрители, мы перенесемся в солнечную Италию. А именно в ресторан «Мама Мия», где можно отведать самые вкусные и заморские блюда. Ну что, дорогие телезрители, я вновь в итальянском ресторане под названием «Мама Мия». И сегодня я также выберу что-нибудь интересное для вас. И мой взгляд упал на пасту с морепродуктами. Вот его и попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, дорогие телезрители, принесли мне вот такое очень вкусное, я думаю, блюдо. И мне уже не терпится его попробовать. Ну что, дорогие телезрители, очень вкусное блюдо, а именно паста с морепродуктами. Так что я вам советую, приходите в ресторан «Мама Мия» и попробуйте это блюдо. Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время подходит к концу. Мы с вами прощаемся, но совсем ненадолго. Приятных вам выходных, дорогие телезрители, и хороших новостей. И до скорых встреч. Сегодня любые конфликты уйдут в прошлое у Овнов, а вы сможете восстановить отношения с любым человеком. Ваши старые противники могут резко перейти в статус друзей. Сегодня у телецов есть вероятность встретиться с бывшим любовником. Желание вернуть отношения не обязательно приведет к успеху, даже если это дело через близких друзей. Близнецам же суждено пережить разочарование в любовных отношениях. Если ваши отношения только начались, есть вероятность разрыва и расставаний. В первую очередь это может быть связано со слухами. Раки будут полны сил и желаний закончить все свои рабочие обязанности как можно скорее. Возможно, даже решитесь пропустить обеденное время. День у львов может стать неоправданно пессимистичным. Если вы будете с грустью смотреть на жизнь, удача может забыть о вашем существовании. День у дев может казаться абсолютно скучным и длинным. Работа предвещает много монотонных и рутинных задач. Вечер также не обещает приятных сюрпризов. Сегодня у весов есть вероятность встретиться с очень высокомерными людьми. Придется забыть на время о гордости и забросать их комплиментами и лестью. Скорпионы же будут отличаться особой активностью в рабочей сфере. Все дела могут быть закончены в самые кратчайшие сроки. В этот день есть вероятность проблем с желудочно-кишечным трактом у стрельцов. Некачественная еда или эксперименты могут привести к проблемам. Козерогам захочется свободы и личного пространства. Возможно, даже решите кардинально поменять интерьер под свое настроение. Водолеи же будут пользоваться особой популярностью у лиц противоположного пола. Если у вас есть любимый человек, это может привести к немалым проблемам. Воображение же у рыб будет играть всеми красками. Ваша мечтательность сделать день невероятно ярким будет оправдана.